Всем привет! Меня зовут Фадеев Руслан, вы смотрите канал WWE Vlog Light и мне снова есть что сказать по теме профессионального рестлинга. Конечно, пожалуй, главной новостью уходящей недели в мире рестлинга, получившей наибольший резонанс, стало печальное известие о смерти Чайны, популярной в свое время рестерши, но по этой теме мне даже сказать особо нечего, это, конечно, ужасная новость, очень неожиданная. Я сначала не сразу поверил, но факт есть факт, Чайны больше нет с нами и, ну, лично со своей стороны я только надеюсь на то, что WWE простят Чайне все ее, так сказать, странные поступки и все-таки в следующем году ее введут в зал славы WWE, потому что она этого бесспорно заслуживает, она была все-таки уникальной рестершей. Но сегодня у нас тема немножечко другая, наверное, более оптимистичная и это смена чемпиона NXT. Произошло это буквально пару дней назад на обычном рядовом хаус-шоу от NXT и никто этого не ожидал, но это произошло, само Аджо победил Финна Баллора и стал новым чемпионом NXT. Собственно, на эту тему я сейчас и порассуждаю. Сразу хотелось бы закрыть вопрос по поводу возможной травмы, которую Финн Баллор получил на этом хаус-шоу, потому что сразу, как только появилось это известие о смене чемпиона, тут же сообщалось о том, что Финн Баллор в этом матче мог получить травму лодыжки во время исполнения дропкика. Вроде как рефери даже показывал знак креста, что означает, что травма не сюжетная и вообще матч как-то нужно заканчивать, но в итоге матч не был прекращен. Само Аджо провел маслбастер и одержал победу, став новым чемпионом NXT. Не совсем понятен до сих пор вот этот момент с его травмой, но, насколько я видел, по некоторой информации Финн Баллор выступал уже буквально на следующий день на другом хаус-шоу, но у него присутствовали вот эти вот тейпы, защищающие мышцы, но только совсем не на лодыжке, а на плече. В общем, я так думаю, что раз уж он выступал так или иначе на хаус-шоу, то в том случае есть два варианта. Либо эта травма была действительно реальной, но уж очень несерьезной, просто, может быть, там, не знаю, лодыжку подвернул как-то, и действительно матч заканчивал он не очень комфортно, но в итоге никаких последствий это мини-повреждение не понесло. Либо же другой вариант, то, что эта травма все же была сюжетной. И вот этот момент я, наверное, ну, я придерживаюсь именно этой версии, потому что это стало бы неплохим объяснением того, почему вообще Финн Баллор внезапно проиграл титул Самуа Джо, от которого он уже дважды отстаивал чемпионство на шоу NXT TakeOver. Вот здесь, в данном случае, это было бы логично. То есть, получил травму, проиграл. Так бывает. Конечно же, когда только появилась вот эта новость о смене чемпионства на хаус-шоу, сразу встал вопрос у большинства зрителей, почему это произошло на хаус-шоу, почему не на NXT TakeOver, почему хотя бы не на записях, телевизионных записях NXT. Но здесь, конечно, может быть несколько объяснений. Мы не знаем, чем руководствовались WWE в этом вопросе, но нельзя не отрицать, например, тот факт, что после этого события статус и престиж проводимых хаус-шоу, он, конечно же, заметно вырос, потому что смена чемпионства на хаус-шоу, это дело сейчас редкое. Наверное, где-то до середины 90-х в WWE, в принципе, это считалось нормой, если какое-то чемпионство меняет своего обладателя на хаус-шоу. Но за последние годы и даже десятилетия уже, можно сказать, мы привыкли, что все основные события должны демонстрироваться на телевидении. Здесь же этого не произошло. И, в общем-то, да, я считаю, что это неплохо. Если нас как бы извещают об этом сразу же, то почему нет? Почему титулы, особенно второстепенные, не могут меняться на хаус-шоу? Это внесло бы какие-то, не знаю, интересные такие, неожиданные повороты, вот когда совсем уж не ожидаешь чего-то подобного, и тут бац, это происходит, это круто. Как написал Triple H, что в NXT возможно все, когда угодно, где угодно. И это действительно такой был неплохой толчок под зад тем, кто постоянно утверждает, что не на хаус-шоу титулы точно никогда не меняют своего обладателя. Вот, ну, действительно, такое, конечно, бывает. Бывает в основном по каким-то экстраординарным случаям. По-моему, самый последний пример в WWE, это смена командного чемпионства в 2012 году, когда Прима и Эпика отобрали титулы у Кофи Кингстона и Эвана Борна. Произошло это тоже на хаус-шоу. Но тогда это все же было вызвано определенными причинами, а именно травмой Эвана Борна, причем достаточно серьезной. Срочно приходилось менять обладателей титулов. Второй момент, который оправдывает то, что смена чемпионства произошла на хаус-шоу, это то, что таким образом Финн Баллар стал самым продолжительным чемпионом в истории NXT. Конечно, история NXT еще не настолько богатая. В этом году титулу стукнет всего 4 года. Но, тем не менее, статус самого длительного чемпиона, это очень неплохо. И это можно использовать в дальнейшем при дебюте в основном роста. То есть, сразу комментаторы могут рассказать, что вот, Финн такой крутой, он в NXT дольше всех держал чемпионство. Это уже все-таки какой-никакой плюсик. Держал он титул, я не совсем понял, то ли 292, то ли 293 дня. Там, скорее всего, какие-то разночтения есть из-за того, что титул он выиграл в Японии, а проиграл в Штатах из-за этого. Там получается либо неполный день, либо вот что-то такая путаница небольшая. Но, тем не менее, мне кажется, это действительно очень такой важный моментик. Ну, и это уже само говорит за себя, потому что рекорд Невилла в 287 дней, он, получается, побил вот всего-то за 5 дней до проигрыша. То есть, это уже вот намекает на то, что они добивались вот этого вот побития рекорда, ну, а потом уже можно и чемпионство отдать. Также хочу отметить, что, в принципе, тот факт, что Финн Баллар должен проиграть титул саму Аджо, он был практически неизбежен, потому что, если бы Финн сохранил чемпионство еще вот на последующие месяцы, то у него бы просто не было каких-либо мощных соперников. Саму Аджо сейчас на данный момент является, по сути, единственным каким-то мощным хилом, который, ну, вообще может претендовать на чемпионство. Потому что Бэрон Корбин успешно перешел в основу, а все новички, как то Остин Эйрис, Шински Накамура, они, по сути, являются фейсами. И тогда бы у Финна Баллара просто не было бы работ, не было бы соперников соответствующих. Вот. А сейчас у нас само Аджо чемпион, мощный чемпион хил, и у него вырисовывается достаточно большая почва для того, с кем бы можно пофьюдить. Это уже упомянутые мной Шински Накамура и Остин Эйрис. Также я бы к ним же добавил и Хидео Итами, который, по слухам, уже вот-вот в течение месяца может вернуться к выступлениям. И даже, возможно, Бобби Рут, который, скорее всего, тоже уже подписал контракт с WWE, может присоединиться к NXT. И, ну, наверное, он все-таки, по крайней мере, начнет свой путь в подготовительной площадке тоже как фейс. Я бы, на самом деле, посмотрел бы их даже в команде с Остином Эйрисом. Они довольно долго работали в такой команде в TNA под названием Dirty Hills. Да, команда хильская, но мне кажется, что начать можно было бы их именно как с фейсов. В общем, с учетом того, что на данный момент чемпионом NXT является само Аджо, если так посмотреть, то в подготовительной площадке все очень даже здорово. Ростер хорошо укомплектован. И с Финном Баллером вполне можно попрощаться и отправить его в основу. А вот что с ним будет дальше, вот это, конечно, большой вопрос. Сейчас поступают различные противоречивые сообщения. Например, от Wrestling Observer я читал информацию о том, что, несмотря на то, что передача титула состоялась так вот резко, неожиданно, возможно, что Финн Баллер все-таки задержится где-то на месяц, на два именно в NXT, чтобы окончательно завершить фьюд с Само Аджо. Вот, например, ближайший NXT TakeOver назначен на 8 июня. И, в принципе, я так вот думаю, предполагая, что действительно такой вариант развития событий возможен. Вроде как на следующей неделе состоятся ближайшие записи телевизионные NXT, и тогда мы уж точно поймем, что там нас ждет, какие матчи у нас будут назначены на этот июньский TakeOver. Вот, но, в принципе, вот эта версия про то, что фьюд продолжится и приведет к их финальному матчу по каким-то особым правилам, скорее всего, на следующем TakeOver, я бы это не исключал. Но, все же, все же, эта версия кажется мне довольно странной, как минимум потому, что титул NXT, во-первых, был передан вот именно на House Show. Это как-то все-таки прям выбивается из правил. Все же, если бы это произошло на телевизионных записях NXT, я бы это понял, и тогда бы матч еще один на TakeOver смотрелся бы, наверное, логично. Но, второй еще пункт, то, что если это произойдет, то нас три TakeOver подряд, получается, ожидает один и тот же матч между самого Джо и Финном Баллером. Мне кажется, это все-таки немножечко перебор. Сам же Баллар уже вовсю дразнит фанатов тем, что он появится на ближайшем Ро, которое пройдет в этот понедельник. Наверняка вы видели небольшое видео, записанное фанатами, где он им прямо открытым текстом кричит «Увидимся в понедельник». И, ну, тут двух мнений быть не может. Получается, что он открыто говорит о появлении на Ро. Но все мы знаем, что Баллар вообще довольно большой тролль. Сколько он нас дразнил своими сообщениями, картинками о Буллет-клабе, о Баллар-клабе, о Бандерсоне, Гэллоузе. Вот это все. Уже все от этого устали. Но все же, вот это вот стоит учитывать. Не знаю, очень интересно самому посмотреть, состоится ли там его дебют в основе. Или же опять это была какая-то несмешная шутка. Но, тем не менее, он явно привлек внимание к ближайшему понедельничному шоу. Конечно же, с учетом всей нынешней движухи в основном ростере, связанной с бывшими участниками группировки Буллет-клаб. Я имею в виду то, что AJ Styles сейчас претендует на главный титул. И внезапно у нас дебютируют Карл Андерсон и Люк Гэллоуз. Причем они вроде как не друг за друга. Ну, то есть у них какие-то там странные отношения. Конечно же, все говорит о том, многие думают о том, что как раз-таки вот этот проигрыш Финна Баллара, ну, явно намекает на то, что он совершит свой дебют в ближайшее время в основе и как-то будет включен в этот сюжет. Потому что, если вы не знаете, то Финн Баллар, собственно, является основателем группировки Буллет-клаб, самым первым. И, конечно, это было бы, наверное, интересно. Единственное, что я не совсем поддерживаю в этом плане, то, что если они начнут сюжет вот именно с этих всех перипетий о том, кто у них там был лидером в Буллет-клаб, кто основателем, и как-то вот начнут вот эту борьбу, мне кажется, это уже будет немножко переборчик. То есть я понимаю, что вот если Буллет-клаб, мы берем как бы из NJPW и как бы показываем, что они вот там вот были вместе, и что-то вот они тут вторгаются, чего-то хотят изменить в WWE, это я еще могу понять. Это можно легко рассказать зрителям, которые не знакомы, в принципе, с японским рестлингом, с этой группировкой и так далее. Если же говорить вот именно сюжет делать на основе вот этих деталей, кто там основал группировку, кто был лидером, кто чего добился и так далее, это будет уже слишком. Но мне кажется, в эту сторону WWE и не пойдут. Там, скорее всего, будет что-то либо более простое, либо они пойдут просто совершенно другим путем. Но при всем при этом я бы не стал утверждать то, что вот этот вот проигрыш Баллера на хаус-шоу, он прям четко гарантирует нам то, что в ближайшие недели его стоит ожидать в основном ростере. Потому что, по большому счету, чемпионство NXT никогда не мешало рестлерам дебютировать в основном ростере. Сет Роллинс, Биг И Лэнгстон, Кевин Оуэнс, они дебютировали именно в статусе чемпионов NXT. И сюда же можно приписать, в принципе, и Пейдж, и Сашу Бэнкс, которые тоже на момент перехода в основу еще носили женское чемпионство NXT. Это никогда не было большой проблемой. В принципе, титул можно проиграть и позже. Это никак, в принципе, не мешает статусу начинающего рестлера в основе. Но, возможно, здесь была какая-то иная причина. Например, то, что Финн Баллар резко сменит гиммик или, как минимум, образ, я имею в виду положение Face Hill, при переходе в основу. То есть, я говорю о том, что Финн Баллар дебютирует именно как Хилл, возможно, как раз присоединившись к Гэллоузу и Андерсу, можно сказать, возглавив их. Потому что вот здесь уже действительно могут быть проблемы. Если Финна переводить в основу как Хилла, как мощного такого Хилла, предводителя крутой группировки, то действительно вот это вот чемпионство NXT уже будет каким-то явным балластом. И если предполагалось, что он должен будет проиграть его самого Джо, то здесь как бы план просто будет уничтожен. Потому что само Джо будет представлять мощного Хилла. И если Финн будет в основе одним, а в NXT совершенно другим, ну, это уже ни в какие ворота не полезет. Одно дело Кевин Оуэнс, который как бы он... Он в принципе практически все вот это вот, как он дебютировал в NXT, он до сих пор остается именно тем вот грубым парнем, прайс-файтером, которого не волнуют какие-то личные отношения. Таким он был постоянно, таким он выигрывал чемпионство NXT, таким он переходил в основу, таким он проигрывал чемпионство NXT. Это ему ничуть не мешало. Вот в ситуации с Баллором здесь возможны различные варианты, потому что я отнюдь не исключаю, что его перевод в основу сделает именно вот... Ну, это будет его так называемый Хилл Терн. В общем-то, пожалуй, это все мои мысли по поводу ситуации с Финном Баллором и его возможным переходом в основной ростер. Ситуация, конечно, очень интересная, дает большую почву для размышлений. И вообще, как это обычно и бывает, после Ростелмании у нас начинается такой новый период, когда у нас совершается много дебютов, вот такие вот даже вторжения какие-то интересненькие. И как-то вот начинается действительно интересная движуха в основе. Интересно, к чему это все приведет, какие сюжеты нам предложат на основе всего этого. В общем-то, будем разбираться вместе. Поэтому оставайтесь на нашем канале www.vlog.com Еще увидимся. Всем здоровья, всем удачи, всем пока!